Привет, 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 привет всем! Мы на канале ИТОН ТВ, в нашей замечательной передаче «Между нами женщинами». Со мной мои подружки. Сам тебя уже похвалишь? Ну, естественно. Всегда меня перебивает. Всегда? Ты заметила, Леха? Да, как только я начинаю говорить, это меня перебивает. Перестань перебивать Марину, Инночка, пожалуйста, это некрасиво. Некрасиво. Вообще некрасиво перебивать. Я тебя сейчас буду представлять. Итак, мы на канале ИТОН ТВ, в нашей замечательной передаче «Между нами женщинами» с моими дорогими, любимыми подружками Инной Шейхатович. Смотри, не перебивает. И Лерочкой Поляковой. А ты ее никогда не перебивала. Девочки, вы знаете, я нашла просто потрясающе интересную тему. Она меня так заинтересовала. Знаете, какую? Да. Один товарищ написал нам и жалуется, что он шопоголик. Куда? Шопоголик. Шопоголик. Товарищ шопоголик. Покупает, ходит по магазинам? Да. Мужчина шопоголик. И говорит, девочки, что делать, помогите, посоветуйте, все деньги тращу, жена говорит. Можно с ним пойти? Телефон есть? Не говори, не оставил. Жена говорит, возьмись за ум, а он пишет, а может, и не за что браться. То есть, говорит, что он дарак. Возьмись за что-нибудь другое. Да, да, да. Можно ее понять. Девчонки, интереснейшая тема, мне кажется. Мужик, который ходит по магазинам? Да. Мне сказать нечего, я таких не взяла. Можно я скажу? Да, ладно. Я хочу конфетку. Можно я скажу? Покушай. Говори, конечно. Реквизит. Я конфетоголик. Девочки, а вот такая замечательная женщина-англичанка Софи Кинселла, которую сейчас все знают. Конечно. Которую написала 6 романов про шопоголика. Романа про шопоголика. Шопоголик на Манхэттене, шопоголик. Да. Так вот она там, значит, как бы поицает, это правда про женщину, что вот, героиня говорит, я когда покупаю, на какое-то короткое время жизнь становится прекрасной. Правда, потом это уходит. Так вот мне кажется, что если на какое-то короткое время жизнь становится прекрасной, да, там и долги, там и эта пластиковая карточка становится как бы, она там ее закапывала, видели вы фильм? Она ее запрятывала в морозилку, в лед она ее заколдовывала для того, чтобы не пользоваться. Потом в итоге доставала и как бы... Размораживала. Нет, стоп, Геречки, давайте разберемся. Так. Шопоголик, это все хорошо. Я тоже люблю ходить по магазинам, когда деньги есть. Нет проблем. Но есть же болезнь. То есть, ты считаешь, это болезнь? Да. Это даже есть название есть. Униомания. Совершенно верно. Как? Униомания. Униомания. Это шопоголизм, это продажа. Совершенно верно. Я отстала от жизни ужаса. Униомания, я запишу. Униомания. А сами, Саффи Киселла. Девочки, а мужской вот этот шопоголизм, это же... Анонимы. Тоже уже говорили. А не аммонизм. Да, совершенно верно. Программа Лерутика, она не... Да, у нас такая флагманская на нашем канале. Зато мы сидим в зрительском ряду. Да, 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 да. Ну все правильно, спасибо. Девчонки, ну кто такие шопоголики-мужчины, как правило? Которые собирают машины, часы? Да нет. Технику. Что он покупает, одежду? Да не важно что, это просто люди, которые не уравновешены, которые не уверены в себе. Одинокие? Не уверены в своей женщине. Одинокие? Одинокие. Это болезнь, которая... А женщина шопоголик тоже больна? Я не говорю у тех, у которых миллион, он кидает. А ей не хватает уверенности в себе. То есть, а женщина шопоголик больна? Или только мужчина шопоголик, это болезнь? Нет, я говорю про мужчин, которые занимаются вот этим покупками и так далее. Почему, что ими движет? Женщинами разные есть. Женщины, как правило, сна можно, а им нельзя. А ты веришь, что это болезнь? Ты веришь? Есть. Ты считаешь, что человек тратит деньги, это болезнь? А как же, конечно. Когда на тебя идет со всех сторон реклама, она идет на тебя как танк. Да, абсолютно, лавина, лавина шопоголик. А если тебе это не нужно, а ты идешь и поговоришь, он говорит, я скупаю все, 20 телефонов, у меня нет, я в минус зашел и так далее. Это его болезнь, он страдает от этого, он не может понять, что происходит. Он страдает не от этого, он страдает потому, что у него в жизни не хватает уверенности, не хватает счастья, не хватает тепла. Я про что говорю? Так это, да, да. Я не знаю, я бы не стала. А ты бы стала? Надо лечить причину, видимо, да? Но это еще и с детства, ведь все психологи, психиатры говорят, что если это происходит, это в детстве, вот когда ребенка мы поощряем, девочки, вы заметите, когда мы что-то ему покупаем, у кого-то это может отложиться. Понимаешь, за что-то ты получил конфетку, за что-то ты получил печенюшку, за что-то ты получил денежку, за что-то ты получил еще что-то. Так очень здорово, так ты будешь всю жизнь стараться делать хорошее, получить конфеты. Что происходит? Он дальше, когда становится взрослым, идет и покупает. Совершенно верно, у кого-то может развиться вот это вот неомония. А ты знаешь, Малечка, у меня совершенно... Психологи так говорят. Я расскажу вам страшную историю, у меня совершенно наоборот. У меня есть синдром странный, может быть, у меня родители, папа военный, мама учительница, то есть мы никогда не были богаты, у нас никогда не было денег. И у меня, я сама себе шила шмотки, моя сестра донашила за мной, у нас патологически не было денег. И когда я стала взрослой, мне захотелось все. Нет, это... И что это? Я вот хожу по магазинам, покупаю себе вещи. Мы путаем разные вещи. Нет, ты говоришь о том, что с детства, но ты не шапоголик. Я не говорю, что это все. Ты не шапоголик. Я шапоголик, я получаю удовольствие, я покупаю новые туфли, я просто... Нет, ну ты же не идешь, не скупишь 40 пар. А, если были деньги, я бы скупила 40 пар. А кто у нас шапоголик, самый первый, номер один в мире, это уже давно известно и признанно. Виктория Бекк. Есть? Нет, мужчины, мужчины. А мужчины? Кто? Кто-то. Да? Это даже список. Очки он покупает. Филипп Киркоров, да, да, да. В списке присутствует. Но Филипп Киркоров, скажу вам по секрету, мне рассказала одна дама из очень хорошего суперфарма в Северном Тель-Авиве, что он в один свой приезд оставил в этом суперфарме, это не сплетня, она мне так рассказала, 35 тысяч шекелей. И что-то взял взамен? Ну, накупил товаров на эти деньги. Я считаю, что это здорово, я не считаю, что он болен, я считаю, что у человека есть деньги, он их тратит. Нет, конечно. А зачем тогда деньги? Деньги? Накормить бедных детей в Африке, голодных. Ты как в этом анекдоте знаешь, как девушка выкидывает батон, а сверху соседка кричит, что же ты делаешь, моя хорошая, а в Африке дети голодают, она я отсюда не доброшу. Так, так и тут, понимаешь? Но Киркоров-то может доброситься. Знаете, я вам одно что скажу, это уже давно признано, но вы почитаете, но куча книг по этому поводу. Ну хорошо, ты веришь всему, что написано? Нет. Что значит веришь? Ну есть какая-то статистика, Инна, шопоголизм, это болезнь, это зависимость сродни алкоголизму. Это уже доказано, это уже все, труды есть, это, ну что, ну я же не подумала. Но она ведь правильная героиня Кингселлы сказала, что я покупаю что-то и на какое-то время жизнь становится прекрасной. Я тоже покупаю что-то. А я вот выпила и все, зашибись тоже. Или съела конфетку, вот реквизит. Вот. Не знаю, мне кажется, что это... Он просит какого-то совета и, видно, человек зашел. Не, ну Инночка была абсолютно, Инночка абсолютно права, сказав, что у человека какие-то другие комплексы, которые надо лечить, а шопоголизм, шопоголизм. Шопоголизм, в отличие от шопинга, шопоголизм как бы в рамках, а шопоголизм это уже мания, вот как у нее мания. То есть лечить надо что-то другое, естественно, шопоголизм у нас сам собой испарится. Ну то есть мы пришли к выводу, что все равно этому человеку. Ты знаешь, психологу, психологу, с яд рукой. У нас в какой-то момент в газету пришла девушка, женщина, ну девушка, поскольку между нами девочками, пришла такая вот девочка, вся увешанная драгоценностями, вся, то есть с нее вот как с рождественской елки, вот просто вот все дождем. И мой коллега наш, очень хороший журналист, сказал, посмотрел на нее и говорит, у нее проблемы. Какие проблемы? У нее такие бриллианты. Он говорит, у нее проблемы, то есть она этим компенсирует то, чего у нее в жизни нет. В этом, наверное, правда. Но опять-таки компенсировать его иначе иногда не получается. Ну нет мужчины-принца рядом, ну нет, допустим, в карьере роста успехов, ну нет. Так что? Давай навешиваем на себя бриллианты. Так что, так пойти к психиатру, идти к психологу? Угу. Да. Да, изменять отношение к жизни. Менять отношение к жизни. Абсолютно. Да, да. Он же не покупает книги, девочки. Вы заметьте. Марина, а кто покупает сегодня книги? Ну покажи. Есть люди, которые покупают книги. Покажи. Ну, у меня есть очень много знакомых, я не хочу называть их имена. Здесь, хотя я думаю, что им будет приятно. У меня замечательный... Нет, я скажу. У меня есть замечательный знакомый Саша Салимов. Человек, у которого он очень тяжело работает, у него ребенок, у него как бы... Человек на последние деньги идет и покупает книги. Я же специально сказала, что нет, где ты видела. Я очень рада. Саша, привет. То есть люди, которые покупают книги, которые ходят в театр, которые покупают диски, которые ходят на концерты, это замечательные люди, которые знают, зачем они живут. Это люди, которые не проспят вечность. Правильно. Они не компенсируют свои недостатки покупки черного бриллианта. Но ведь остальные-то люди, которые открывают интернет, смотрят, кто кого трахнул и кто с кем, с кем. А что? А ты говоришь, мы не в Леротике? А не так? Ну, Леротик это программа, которая влияет. Ты выросла. Да, да, я выросла на Леротике. С первой программы нашей. Все правильно. Девочки, дочки, анекдот, анекдот. О, про Леротику. Приходит один товарищ к врачу и говорит, доктор, доктор, я каждый божий день иду покупаю водку, я шопоголик. Да, у него такие проблемы, да, да, он покажет, не выкопает водку. Он и шопоголик у нее что-нибудь. Девочки, а что же посоветовать? Я бы только одно посоветовала. Искать в этой жизни какой-то, знаете, один хороший человек, композитор такой, Сэмюэл Джонсон, англичанин. Англичане многого хорошего миру дали, в отличие от свейцарцев, в которых кроме часов с кукушкой, пожалуй, ничего нет. Так вот, он как-то сказал, что вот если вы сейчас находите в бездействии, то постарайтесь найти себе собеседника, потому что это плохо. А вот если вы одиноки, работайте, работайте, потому что именно в одиночестве созидаются, создаются в мире хорошие вещи. Я очень согласна, когда одиночество приводит к хорошим результатам. Когда мы в компании, когда мы в такой вот банде, извините меня, трудно создавать, трудно писать, трудно строить, трудно шить. Я серьезно говорю. Сейчас, Инна, прости, ради бога, у меня сейчас ты немножко так чуть-чуть в сторону ушла. Я хотела вернуться чуть-чуть к шопоголизму. Скажите мне, а шопоголик человек богатый, который позволяет себе, или бедный, который позволяет себе? Не важно этот вопрос. Не важно. А ведь когда богатый, это не так страшно. Очень важно. Правильно? Он может себе, ну, ты сама сказала, Киркоров может себе позволить 35 тысяч на перфарме. Когда богатый человек, это другое немножко. А вот когда бедный человек занимается, вот это шопоголизм, выводите, девушки, а вы очень серьезно в данном случае подвергаете дискриминации бедных людей? Вы считаете, что когда богатый растрачивается? Нет, я не утверждаю, я советую, я спрашиваю, что вы думаете по этому поводу. Мы ничего не утверждаем, мы просто констатируем факт, потому что тот может себе позволить, а этот в виду минусы в банке, ты имеешь в виду, что семью померу пустят. Он говорит, что жена просто рыдает. Он берет суды, он заходит в минусы, он говорит, возьмись за он, он говорит, не за что браться. Не за что браться. И так далее, вот чем вся беда. Хорошо, так а что бедному, одинокому, так ему и вообще купить ничего нельзя? А ему не на что. Ему нужно купить, но мне кажется, девочки, вот знаете, вот у этого человека проблемы в семье. И мы так считаем, и мы так считаем. Секунду, проблемы и у тех, и у других, и у богатых, и у бедных. Совершенно верно. Ну почему-то, когда богатый человек позволяет себе делать сумасшедшие покупки, все воспринимается как прихоть, а когда бедный человек, то значит болен. То есть богатые тоже плачут, ты имеешь в виду, а бедные, когда богатый человек, совершенно верно, когда богатый человек покупает, никто не страдает от этого, понимаешь? Кроме детей в Африке. Абсолютно. А когда бедный человек страдает от себя, от себя в этом Но бедный же хочет быть не хуже богатого, в этом-то проблема в жизни. Да, это глупость тянуться за какими-то богатыми людьми и так далее, понимаешь? Посмотри, со всех таблоидов, со всех реклам на нас, вот вы этого достойны, купите такой автомобиль, купите Феррари, купите вот такие члены. Манипуляции, постоянные манипуляции, да, рекламный бизнес сумасшедший, неправильный. Ты можешь купить Феррари, если ты знаешь, что ты не можешь, ты пойдешь его покупать. Я куплю заколку волоса, но я ее куплю. Так ведь? Вот поэтому заключается. И я куплю заколку волоса. Все? Марина, хочешь заколку для волос? Не хочу заколку для волоса. Вот так, ты хочешь Феррари, мы поняли. Ты хочешь Феррари? Я очень хочу. Ой, желтого цвета. Феррари. Ой, мы с тобой не разговариваем, господи. А почему желтого цвета? Все футболисты ездят в Феррари. Почему желтого цвета? Люблю желтый цвет. Девочки, давайте вернемся. Я думаю, что можно заканчивать просто с баранами, потому что... Девушки, а все-таки это... Я очень хорошо понимаю, что вы считаете это болезнью, шапоголизмом, что вы вот сейчас будете рассказывать, что надо... И как это там, да, все советуют. Идешь в магазин, составь себе списочек, чтобы не выйти за эти рамки, да, Лер? Чтобы только вот это, только хлеб, молоко и для мужа сигареты. Нет, а мы говорим про другие масштабы, Инна. Мы не говорим о покупке, идти в магазин, там супер купить вот эти все мелочи и так далее, и так далее. Что там для мужа? Мы говорим о... Для мужа сигарет. ...о человеке, который скупает все подряд, что ему нужно, что не нужно. Женщину пусть ищет ту женщину, которая его понимает. Совершенно верно. У него есть жена. У него есть жена. У него есть жена. Так, ну... Итог. Жена – это хорошо. Слушай, вот я бы вам посоветовала сесть со своей женой и разобраться в ваших отношениях. И поговорить. Может быть просто не говорить с ней, а может быть просто втачать. Вот разобраться в этих отношениях, не говорить, может быть заняться чем-то другим. Может быть вместе с ней пойти за этими покупками. Может быть ей тоже. Книги почитать вместе с ней тоже очень. Вот мне кажется, не надо ходить вам к врачу, вы совершенно здоровый человек, вам нужно разобраться в своей семье, а может быть у вас нет любви, так я вам желаю, чтобы она вернулась в вашу семью, желаю вам счастья, здоровья и быть благополучны. Субтитры создавал DimaTorzok